А вообще, как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. Каждый день минируют то школы, то университеты, то предприятия. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информацией. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, в Вильнюс и Минск одновременно. Это не только в наш аэропорт. Одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета. Иначе по международным правилам быть не могло, потому что в это время самолет пересек границу Республики Беларусь и находился в нашем воздушном пространстве. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки? С учетом своего печального опыта, я скажу вам больше. Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Здесь есть военные люди. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению, все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушной обороны, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей. Я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь. Если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей после того, как мы еще не забыли, эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь. Субтитры сделал DimaTorzok